Привет, друзья! Всем привет! Накопилась у нас вот такая вот рыба. Здесь густера, плотва, но в основном здесь густера. И хотим сегодня сделать консервы из рыбы. Ну, некоторые рыбки бывают мы сушим. У меня сушеная вон висит над газом. Некоторые бывают пожарим. Некоторые вот эти большие рыбешки, некоторые мне не попадали в кадр. Бывало так на рыбалку ходил, на подтяг ловил. Попадалось вот эти вот рыбки крупные. Попадется одна-две. Вроде бы и рыбалку вам не снять, не показать на видео. И так пришел домой, почистил, холодильник убрал. И так вот накопилась вот такая чаша уже рыбы. И будем делать рыбные консервы. Я уже помыл рыбку, она уже почищенная. Осталось только отрезать ей головы, хвосты и плавнички. Так, я думаю, будет лучше. Давайте приступим к этому делу. Отрезаем сначала хвосты. Хвосты нам не понадобятся. Плавнички все. Вот эти вот. Вот так вот отрезаем. Это нам не надо будет. И вот это. Я думаю, это лишнее будет. Ни к чему. Отрезаем так же голову. Вот так получается у нас. Оставляем только хребет. Отрезаем вот этот плавничок тоже. Он нам тоже не нужен. Ну а рыбку, я думаю, надо еще разрезать на кусочки. Некоторые, я думаю, маленькие на две части. Вот такую на три части. Вот это все, что нам понадобится. Вот такие кусочки. Так, плавнички тоже нам не нужны. Все, и убираем их отдельно. Кусочки вот такие. Все, вот все, что нам понадобится. Вот такие вот красивые кусочки. И так же с любой рыбой делаем. Давайте помельче найдем какую-нибудь. Вот помельче вот такую давайте возьмем. Эту вообще рыбку можно будет. Тут плавничков-то почти нет. Можно их даже не отрезать. Такие нежные, нежные плавнички. Так, и вот голову отрезали. Из такого кусочка, я так думаю, что на две части разрежем и все. Вот. Все. Вот такая рыбка здесь есть. Кстати, тоже рыба присутствует, посмотрите. Хоть она маленькая, но будет вкусная и полезная. И так делаем с остальными рыбками. Ну вот, я рыбу порезал. Порезал вот такими кусочками. Теперь берем баночку. Покажу вам пока на одной банке. Берем баночку, помещаем в нее лаврушечку. Так, давайте поаккуратнее выберем лаврушечку. Вот так, пару лавровых листочков кидаем. Немножко перчика сюда, горошка вот так. Ну, можно еще. И все. Теперь укладываем нашу рыбку туда. Укладываем баночку. Поплотнее стараемся укладывать ее, пока у меня просто она падает. Берем разные кусочки вот так. И укладываем плотненько ее в баночку. Набиваем полненькую. Вот таким вот образом. Вот такие вот кусочки. Смачные, красивые. А какая вкуснятина будет, ребят. А главное, это очень полезно. Потому что вы это будете есть с костями вместе. А кости, они ведь тоже полезные. Вот так пожарить эту рыбу? Ну, можно, конечно, но не всегда. И хочется жареной. И жареной не так полезно. А тут как бы уже вот такие кусочки с косточками мягенькими. Ну, сейчас все сделаем. Попробуем. Все это дело посмотрите сразу, как все у нас получится. Вот так вот. Закрываем немножко, набиваем ее маленько. Не знаю, сколько у меня тут баночки-то, я думаю, выйдет. Вот, надеюсь. Так, вот так вот. Еще сюда. Такую поменьше. Всякие разные кусочки. Хвостики. Целенькие. Поменьше, побольше. Вот так вот. Так, ну и еще, наверное, один кусочек, я думаю, такой. И хватит. Борзик, ты чего там у меня закричал? А? Вот, ребят, вот так вот упаковали. Смотрите, вот так вот в баночке все выглядит красиво. И теперь надо нам залить все это подсолнечным маслом. Берем масло подсолнечное и аккуратно заливаем. Обгновенное масло непохучее. Заливаем, но чуть-чуть не до целой баночки. Пока наливаем, сейчас пропитается все. Масло тяжело-то проходит, поэтому надо вот так потихоньку его заливать. Ну, можно, конечно, пальцем маленько вот так попродавить, чтобы оно лучше уходило. Потихоньку уйдет, никуда не денется. И заливаем. Заливаем баночку маслица. Да, ребят, чуть не забыл. Еще надо добавить, ну, примерно соли, не знаю, ложечку на это количество. Ну, может чуть-чуть побольше добавить. Вот так. Я думаю, больше-то и не надо. Соленое сильно будет, тоже будет плохо. Все это будет там тушиться. Получилось у нас три баночки рыбки. Теперь берем кастрюльку. На дно помещаем тряпочку. Для того, чтобы банки наши не взорвались. Ну, не лопнули, стекло не лопнуло. И помещаем баночки вот так в кастрюльку. Вторую. И третью. Заливаем водой. Ставим на газ. Закипает. И так часа три, не меньше, потихоньку на медленном огне варим, варим и варим. Ну, все, ребят, убираем на газ. И будем готовить. Вот такая вот у нас получилась рыбка. Часа четыре, наверное, она томилась, томилась. И вот так вот получилось. Пахнет очень вкусно. Прямо такой консервы пахнет. Сейчас будем, ребят, пробовать. Даже Борзик у меня уже уши наострил. Да, Борзик, наострил уши? Давайте-ка попробуем. Ну что, Татьяна, продегустируем нашу рыбку. Давай, выбирай кусочек, хоть и нравится. Попробуем, оценим. Оценим, сейчас попробуем. Так, какой же мне взять? Я возьму вот хвостик. Ну как, скажи. Так, я только перчика не хочу. Перчика не хочу. Вот без перчика. Сейчас, ребят, попробуем. Вкусно. Как настоящая. Ну, как-то таки, тоже мягкие. Хвостки мягкие? Мягкие, ну так. Ну, по мне вот нормально. Но если зубов нету, вот я думаю, для бабушки, то, наверное, будет все-таки ощущаться, да? Ну да, еще чуть-чуть. А так, если у вас зубы нормальные зубами, то нормально, ребят. Хотя мы часа четыре томили. Вот я с костями съел сейчас хвостик. Я вам скажу, вкусный. Имеет право быть такой способ, ребят. Неплохо. Давайте-ка еще выберем какой-нибудь. Вот еще попробую. Вот, смотрите. Даже покажу, как здесь все сварилось вот таким. Идет такое желе здесь. Вот он, и вот косточка вместе. Давайте прямо вместе с косточкой вот такой большой кусманящий съем. Смотрите, какой с косточкой. Еле в лес. Ну, ты с костями ем. О, отлично, ребят. Может, конечно, еще подегустировать, поэкспериментировать с рыбкой. Так нормально. Ну, и, конечно, с хлебушком надо ее есть. Ты как думаешь? Мне кажется, хлебушка будет вкуснее. Вот так нормально, ребят. Вот так вот и рыба лежит. Лежит уже, не хочется никакой. А вот так нормально. Неплохо получилось. Ну, ладно, ребят. На этом все. Ученики наши в школе. Поэтому мы с Татьяной тут вдвоем кушаем. Ну, все. Всем пока. До скорых встреч. Уплетай, Татьяна. Бабушка говорит, понравилось. Говорит, нормально. Можно делать. Да, ну, единственное, косточки для бабушки все-таки крупноваты. Ну, это большие, а маленькие пролетают нормально. Маленькие он и не заметил бабушковой съедается. Так что, может, ушить так получается очень даже и неплохо. Консервы. Консервы, да. Прям настоящий консерв. Консервы пахнет. И пахнет, да. Да, грушечка пахнет. У нас еще две банки, бабушка. Угу. Консервы. 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 Консервы.